Доброго всем времени суток. Следующий день, как обычно, пол первого дня, телефон только включил и сразу позвонил тот человек, с которым вчера договаривались камни вытащить и три куба щебенки ему надо. Продать мне вчера привезли, вот, я вчера сразу сказал, он говорит, давай с утра, я говорю, никаких утра не будет. Видите, как ездить, блядь. Никаких, говорю, утра не будет, после 12 как бы. Он говорит, давай там 10, я говорю, не-не-не, 10. Ну, смотрите, ну, встану я в 10, хорошо, вот, ну, вернее, приеду, с ним поиграю сейчас, и потом, что мне дальше делать? То есть, вот один там, у него там час работы, ну, пусть два. Ну, смысл мне вставать в 10 утра? Больше, как бы, перспектив на работу нет. Есть асфальт возить там, да, вот она, такая работа, по крайней мере, должна быть, вчера мне не звонили, но я так понимаю, что надо ехать ровнять асфальт. То есть, они, видать, как бы, я сказал свою версию, что, ну, давай там день позанимаемся, типа, в конкретной выделе, я говорю, я вообще, говорю, не хочу заниматься этой, размазкой этого асфальта. Но это экономически невыгодно, этот асфальт катать. Ну, вот, ковш стирается, понимаете, ковш стирается. Обороты трактора большие, то есть, практически делаешь все на первой передаче. Топливо сгорает, правильно? Потом планировать тяжело, потому что длинное, большое пространство, ну, то есть, дорога длинная, и она вся кривая. Надо где-то подкопать эту дорогу, снять верха, выкопать камни экскаватором, да, потом брать этот асфальт, возить, положил. Грубо говоря, ты вот берешь ковш, этого ковша хватает на 3-4 метра, то есть, длина получается этого поля. То есть, то там мало положил слой, то много, счисти его, но он же прессуется, он не так просто-то, и счищая его, уменьшить толщину слоя, или растянуть там его. То есть, не люблю такую планировку, ну, это же не щебень, который просто катится за ковшом камушки и растягиваешь. Асфальт, он более липкий, да, и он, ну, тяжело его делать. Вот, голова после этой планировки болит очень, потому что очень концентрируешь внимание, ну, как бы делаешь-то не на шару. И тяжеловато делать планировки именно на таком расстоянии. Если ты там планируешь длину 10 на 10, другое дело, а когда вот дорога, она длинная, тяжеловато сделать. Изначально она кривая, получается. Почему плохо еще делать? Так как она кривая, ты тянешь назад ковшом, говорю, а посередине дороги, вот, не яма, а центр дороги провален. И у тебя ковш-то делает треугольную дорогу, как колеса были. То есть, там играться надо. Вначале центр засыпать на определенную высоту, разровнять, чтобы более-менее ровно стало. Потом левую сторону, потом правую сторону. То есть, вот, ширина дороги, получается, три ковша. Да, то есть, как ни крути, чтобы тебе участок сделать, там, вот эти вот 4 метра, тебе надо 6-7 раз подъехать и все это разровнять. То есть, езди до кучи, возьми. Ну, и очень большой вот ковш, блин, он просто по этой всей фигне, он просто точится. А оплата, ну, та же самая. Поэтому, как-то, нету, ну, вообще нету желания это делать. Не люблю такие процедуры. Но, но приходится, конечно, делать. Понятно, что эту работу надо делать. Она оплачиваемая. Вертолет полетел. Но, есть работы, которые охота делать, и она легкая. Мне вот легче копать. Стоишь, копаешь, камешки тебе перебираешь. Да, ковш, конечно, тоже изнашивается задний. Я не спорю, но... Передняя просто, как наждак, стирается, а обземлю и все. Кромку эту меняй. Кромка сейчас 20-ку стоит, наверное. Режущая. Пусть ее там 3 дня снять, заморочки, но по-нормальному сделать. Так что, такая не очень благодарная работа. Проще просто в ковш брать и ПГС развозить. Ничего не размазывая, не планируя. Ну, фиг знает. Короче, у меня вот так, у вас как-то там... Вот, в БелАЗ повезли, разобранный. Все, еду на участок 12-40. Ну, вот, смотрите, видите, кто-то PCB-хо тоже взял. То есть, мне не звонили. То есть, они вот взяли PCB. Это установщики с техников, по которым я делал. То есть, я не знаю, что-то, 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 что-то. Здесь есть, можно использовать... Это, можно сказать, как-то, что-то, что-то, что-то. Какая-то, что-то, 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 что-то. Так, я думаю. Продолжение следует... 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 Короче, по асфальту он говорит, сейчас позвонил, говорю, что там, посмотрел последний раз, что я там час работал. Типа, да нет, сейчас поеду, посмотрю. Вот, типа. Я говорю, так что, надо, не надо, я поеду, поработаю. Не, я там тракториста вызвонил, он приедет сейчас. Ну, пускай приезжает, делает тракторист. Одну улицу, которую я там почти доделал, вот. Во-первых, мне не очень это, как бы, охота делать, потому что, ну, как бы, понимаете, в чем дело. Вот, уже начинается разговор, что надо делать, там, эту, скачуху, но это же для поселка, у тебя же в поселке, ну, тоже, типа, участок, ну, понимаете, в чем дело все. То есть, лучше, конечно, нанимать какую-то стороннюю технику, чтобы не было, ну, во-первых, люди могут говорить, что вот он там делал, туда-сюда, там, вы там посчитали. Ну, короче, такая вот фигня, нет, почти все знают меня, как я делаю, ну, скорость и качество и, ну, все равно могут ходить всякие разговоры. Такого плана, плана такого, что, как бы, я же, получается, с администрацией здесь, как бы, немножко, ну, на жарх был, да, а то сейчас получается, как будто я уже с ними работаю. Понимаете, ну, такие вот микронюансы вроде, да, но они вот реально такие серьезные. Ну, и самое главное еще, пускай с этим трактористом поработают, который будет, и посмотрим, как и что это будет выглядеть. То есть, уже не один раз такие прецеденты были, да мы, да мы, а потом в итоге, в итоге приходится и все это переделывать. Ну, не знаю, может, там, конечно, вот такой бог приедет, как сейчас здесь работал. Может быть, вообще все будет отлично. Ну, на мне же свет клином не сошелся, как говорится, правильно? И вопросов, сайно-юкрайно, и ДНР, ЛНР, номера. Я сейчас вот тут побалуюсь своими делами. И, скорее всего, не знаю, будет сегодня септик продолжение дренажа или нет. Хотели, потому что в дренажную трубу врезаться. Но, я сказал, я ничего не знаю, у тебя есть установщик септика, пускай он и решает, правильно? Нет, что, я не могу, ну, потом, если какой-то косяк будет, трубу будет топить или септик, я буду краним. Нафиг мне это не надо. Я не хочу, так. Пускай, блин, он, и он и установщик, и берет эту ответственность на себя. Логично? А то потом будут разговоры. Вот, блядь, септик, то, все, там, топик, хуёпик, блядь. Пускай, блядь, сам. Я говорил, когда надо делать, говорил, они меня, как бы, не очень хотели слушать. А сейчас уже, типа, получается, блин, ну, чё, вот, ну, чё, как ты думаешь, вот, а почему вода течет туда, блядь, почему она течет? Да потому она течет, потому что уровни неправильные. Так, заберу свои камешки, которые здесь выложил в том году, временно, хранение поставил. Вот они. Того участка у меня не было, и я пока их сюда положил. Вот они. Здесь скала красивая, не то что там где замок. Ржавая скала, здесь красненькая, литая. Вот мне, что не нравится, вот этот вот телескоп такого образца, потому что, видите, когда камень заворачиваешь, он упирается в телескоп, и он, понимаете, он портит эти места, по которым ездит телескоп. Это очень все прискорбно. Сейчас еду, поем, и позвонил по септику, дренаж надо копать, выход с септика. Он сказал, что сидит, поговорил, там есть дренажный колодец, и, короче, к нему будем запитываться. Ну, он решил другой дренажный делать, ну, в принципе, это правильно, и септика будет вода течь, и из бочев будет туда быстрее выходить. У нас в основном дренажную трубу используют все, но еще дополнительно геотекстильем ее заворачивать, щепнем, чтобы ее меньше там заиливало. То есть у нас вот такая процедура. То есть труба идет в геотекстилье, но еще разматывает геотекстиль, где-то, который широкий, там, метр двадцать или метр пятьдесят, я не помню. И насыпает пять двадцать щепень, вложит трубу, насыпает сверху опять щепень, заворачивает геотекстильем, и все это щепнем засыпает. Ну, какая-то вот такая вот у нас тут схема. И, ну, откуда она пришла, эта схема? Эта схема пришла с Норвегии, с Филляндии, там дренажи так делают. То есть там схема дренажей, через каждые два метра дренажная труба закопана под землей, чтобы воду отводить с участка. Ну, такая вот схема. В принципе, у нас все переманивается, как с Норвеги, с Филляндии. То есть там тоже эта вся система работает десятилетиями, и все отлично. Поэтому здесь у нас пытаются повторять такую же, потому что, ну, почва, в принципе, одинаковая, что в финке, что у нас. То есть камень на камне, и поэтому вот так вот. Такая вот процедура, короче. Вот туристические бусы Карелии. Прицепчик такой нехилый, да? Заправку. Схема, конечно, движения в этом месте у нас Блюдская. И со всех рядов, типа, едут сюда немножко. Тут надо как бы думать, смотреть внимательно, кого-то пропускать. Ну, как-то вот так вот через одну машину клинится. Непростая такая схема. Три ряда. Один правый, по идее, на заправку. Как вот уехали эти бусы. Мы, по идее, посередине должны ехать сюда. А тот, который слева стоит, он, по идее, в сторону пола должен ехать. Но часто все три ряда едут, как мы. То есть, поэтому очень тут такое скользкое место. И много раз фуры прижимали там на повороте, попадает в мертвую зону зеркала. И несколько раз вот такие прицепы затирали там тачки. То есть, тут такое немножко не очень удобное место. Дороги все дырявые. Дороги все зарязаны после зимы. Скамейка моя стоит. Ну, сейчас будем туда прерываться и копать траншею, ну, выброс воды вот туда в угол. И там дренажная труба есть, по ней течет, типа, подземная река. Инвекор на 220 хорошая вещь. То есть, можно телефон заряжать, планшет, но вонбук, и часа два тянет. Копаем оттуда. Оп. Полметра, сказали, в углублении. Бедный Велира. Люди все знают, я. Хрен знает. Ага. Ага, конечно, я не знаю, что-то. Открыска. Ага. 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 Молодцы сюда, чтобы забрать это все, и он не залезет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Почему трясётся ковшин? Потому что не вытряхается. И теперь вот, понимаете, зачем трясатый ковшин не нужен вообще здесь? Потому что, видите, почему? Потому что весь камень не заменит. Трясатый ковшин здесь ничего не сделает. Трясатый ковшин я его продал. Может, только камни здесь. Нормальный камень не весит. Ты? Да, я нет. А что нет-то? Нормальный? Ну я не знаю, давай я тебе в руки дам его попробую. Сколько весит? Держи. Будешь взвешивать, нет? Я говорю, будешь взвешивать, нет? Подставляй руки, я тебе сейчас положу. Легче, блядь. Легче, блядь. без понятия не читаю документацию знать не знаю сколько берет столько и все его значит ты не забывай все зависит удочка удлинена или нет на короткой удочки одна подъемная сила на длинные удочки другая но вот так вот вот вещь я сжатый весь и под собой вот так вот вот так я могу взять сссеровский блок 60 он около двух с половиной тонн весь я беру вот так вот вот так вот могу да взять вот так вот так вот да вот все вот так вот это вот этим я его только локтем могу я могу взять я могу его так положить и он будет опускаться опускаться выдвинуть я могу и он падает падает и опустился оттуда я уже его ну могу только тащить вот так вот понял он не возьмет просто не 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 он не перевесит он просто такую массу не подымет чтоб трактор перевесила понял да то есть ты как хоть тут и специально захочешь как сделать я нихуя не получится потому что ну он просто не подымет для такую массу если его при если его привязать к земле ковш то я могу морду поднять а лапы ну-ка это реально да он поднимается но чтоб поднять он не подымет если он поднимет нахуй тела сломается эта часть жирная то-то дохлая посмотри какая телескоп вообще доходский грубо говоря ну чё что это за шняга и так они все такие они и новые такие ничего не меняется потому что представь какой рычаг там вот на эти пальцы ну каковым масса там две тонны берешь слышь такой рычаг 6 метровые на эти пальцы и пальцы нахуй ломает то есть они не дурочки они все просчитали что чтобы там клапан стоит на грузке можно закрутить еще будет поднимать но тогда уже можно шланги разорвать но от давления конечно углек поднимает от 30 килограмм без проблем он и 50 подымет и 100 до 2 а потом хуяк 30 лет и сдох на хуёк так зачем ление для терку и трубли не надо ничего предназначена блять столько я бы предназначена такую массу все он такую массу должен поднимать не надо не может он не может но клапан можно накрутить чуть-чуть добавить под накручен клапан но насос у меня все равно слабенький подсевший наверно но я так думаю поэтому поэтому клапан перепускает не хочет не хочет давать масло типа чтоб ты не зло употреблял там нет полметра там где-то 40 сейчас 30 40 все едем дальше менял господавство потому что если стоять оттуда копать мая застепится время за их ту сторону кину а а а а а а и и а Водичка ушла Может быть и все нормально Ничего себе, перед здесь, чем не до здесь Лучше сделать Водичка Чтобы не вытекала наверняка Водички Водички По облаку смотреть Либо облаку Либо облаку Но Это обычный самоклад Субтитры делал DimaTorzok 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 О, смотри, щебень пошел, гляди. Значит, поле там может быть. Он же там щебень ниоткуда не может взяться, правильно? Значит, там что-то есть. Конечно, труба это сила. Во-первых, вода будет отходить от дома. Хоть он и дырявый, да? Непонятно, что такое за система. Так что, в принципе, тут при идее дренажечка была. Ну, именно, поле розлива. Не дренажка, а поле ротлива. Ну, вот, у нас было. Ну, такая идея. Вибрация должна быть. Не надо перележать. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Я все время встал к разворачиваю уперших в землю стрелой. Что там говорится? Оператор трактор говорит, что баски делать нельзя. Ну, не знаю почему. Но он так не делает. Это какой-то опасный трактор. А копать? А копать? Это не опасность, а трактор. Разворный трактор? Это опасность. Я не знаю. Кто там из матерых проектористов знает? Скажите, можно ли разворачивать трактор, отжавшись? Токсова, потому что это мышка и повернусь здесь. Ну, типа вот так вот. Не, у меня лапа падает туда. Будем переезжать. Вот эти стыки ямы всегда проблематичные. Я каретку не передвигаю. Ну, я не могу, когда каретка у меня с левой стороны попасть. Можно какой-то дискомфорт испытываю. Ну, и просто я её не хочу двигать. Не хочу двигать. Замки у меня есть. Новая стоят корпуса. Я покупал ничего, где это не работало, не двигалось. Я привык, что она у меня справа стоит, и я её не перемещаю. Но иногда могу перенести. А вот когда совсем в крайний случай могу перенести. Но не практикую это передвижение каретки и не хочу. Нет, хотя можно было сейчас передвинуть, и угол поменяется. То есть, будет почти параллельно яме копать. А в данном случае, получается, не параллельно яма копается, а угол. Сейчас я ему просто поглубже выберу, чтобы он просто подсыпал потом назад всё. Понимаете? То есть, он распределит по яме, где ему надо. И всё. Вот, как он сейчас сделал. Он копашную. Подровнял. Яму засыпал. И дальше перемещаясь. Поэтому я стараюсь по краям больше выбрать. Глубже. Чтобы потом в это место можно было скинуть грунт. И всё. И будет примерно ровно. Потому что совсем полностью не убрать. Если ты тянешь... Грунт всегда всё равно за ковшом тянется. То есть, он будет вот сюда тянутся. К этой трубе. Дренажной. Понимаете? Поэтому я стараюсь выбирать с боков больше. Ну, то есть, в месте стыка. С каждой стороны стараюсь грунт выбирать в большом количестве. Для того, чтобы... То, что останется, я не могу тащить сюда. То есть, я не тащу. Он раскидает всё по этой яме. У меня смысл такой. Потому что всё равно... Часкалунки не сделаешь. Однозначно нереально. Однозначно нереально. Вот так вот раз. Глубину большую взял. И всё. А он уже... Сейчас всё это разровняет. И всё. Можешь, там, ему ковшом помочь. И, как бы, в принципе, это нормальный вариант. Если ты, как бы, нормальный человек, ты можешь вот так вот взять и сделать пол. И, и ему туда всё вот это вот разговаривать. Всё. И вот, в принципе, стык готов. Дальше ещё вот. Он сейчас курочку со мной-то прокопает. Вот. Вот. И, 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 и. Можно будет всё закапывать. Сейчас он уможет. Три ножку. Ну что с уровнем? Ещё? Или всё нормально? Да вроде нормально. Перепад то, что есть визуально видно даже. Ай? Перепад то, что есть визуально видно даже. Не, вот там на углу не высоко? Ну ты ямку прокопай под трубу просто чисто и всё. Ну, не высоко я так просто сказал. Ну, не высоко, конечно. Просто прикалываюсь. У нас так не говорят высоко. Ну просто, блин. Ну всё. Сейчас дырочку под трубу. Лоточек такой сделает. По сторонам раскидает. И всё будет прекрасно. И я там уже. Сейчас, короче, еду мимо владельцев этих Audi. Ну вот прям, которые вот на въезде стоят. Я заезжаю, выезжаю. Смотрю, они копаются там на участке. Я там подъезжаю. Здравствуйте. Я говорю. Вас, говорю, не напрягает, что машина стоит? Ну вот машина, трактор ездит. Нет, говорит, не напрягает. А чё, говорит, меня должны напрягать? Я говорю, ну я же не на велосипеде еду. Да? Ну ладно, я закрыл дверь, поехал. Он мне звонит. Это вы были только что на тракторе? Я говорю, я был на тракторе. Ну а чё вы удрали отсюда? Вы нам нахамили и удрали. Едьте сюда. Я говорю, сейчас я ковш высыплю и приеду к вам, поговорим. Давайте, говорит, едьте сюда, поговорим. Давайте, говорит, едьте сюда, поговорим. я вас не снимаю я такого не говорил пожалуйста насчет ремонтных работ строительных пожалуйста обращайтесь к соседям потому что я только выполняю работы понимаете я не удрал я ковш выспал и вернулся назад и же сказал что я сейчас вернусь назад проблема то что он напрягает и стоит на но вам вам самим то это непонятно ну вот и вот поэтому я и понял что вам непонятно теперь теперь я понял что вам это непонятно видите как стоит вот четко 90 градусов она здесь стоит вот вот конкретно вот 90 градусов она стоит и вот ему принципиально принципиально он ее короче не убирает я так понял что он уже и вот где я сейчас работал и уже кусало было с хозяином участка что он ставит так машины и по барабану типа ну человек говорит мне тоже говорит выезжать то неудобно а ему вот наплевать как бы и кразики туда в почете